Добрый день друзья, сегодня поговорим о том, как сократить расходы на ремонт в два раза. И это реально. Я вам расскажу 4 основных фактора, которые позволят нам решить эту задачу. Итак, поехали. Первый фактор это экономия за счет дизайнерских решений. Мы можем подобрать экономный стиль интерьера, а можем подобрать правильные планировочные решения, которые помогут нам снизить расходы на ремонт. Второй фактор это подбор правильных технологий ремонтно-отделочных работ. Третий фактор это подбор правильных декоративных материалов, потому что именно декоративные материалы диктуют требования по подготовке основания для них. Четвертый фактор это контроль работы исполнителей, бригады, мастеров, потому что это позволит нам избежать брака в работе, позволит избежать нерационального использования строительно-отделочных материалов. И сейчас мы поговорим об этих факторах подробнее. Интерьерное решение. Посмотрите на слайд. Есть три способа сэкономить с помощью интерьерного решения. Первый фактор это когда мы в гипермаркетах покупаем что-то недорогое, серийное, и при этом все делаем гармонично со вкусом. Конечно самый яркий пример это IKEA. Если вы поклонник скандинавского стиля, то в IKEA мы можем найти и готовые интерьерные решения, и можем найти необходимые материалы, декор, мебель для того, чтобы оформить нашу квартиру практически один в один с теми решениями, которые посмотрели в салоне IKEA. Можно приобрести кухонный гарнитур за 100 тысяч рублей, который удовлетворит функционально потребности среднестатистической семьи. Можно покупать материалы в гипермаркетах Leroy Merlin, MaxiDom. Можете продолжить список. Второй способ сэкономить с помощью дизайнерских решений это вообще избавиться от необходимости делать отделку, штробить стены, скрывать коммуникации, провода, трубы. Но конечно речь идет о стиле лофт. Тот самый исторически недорогой лофт, который зародился в США во времена Великой Депрессии в конце 20-х годов прошлого века. Напомню кратко как это все было. Когда произошла Великая Депрессия, экономический кризис, началось затухание экономической деловой активности в США. И собственники этих помещений, складов, промышленных предприятий, цехов не знали как вообще свести концы с концами. В итоге они начали сдавать эти помещения недорого тем людям, которые не могли себе приобрести полноценное жилье. То есть это студенты, богема. И вот даже после того, как Америка вышла из кризиса, благодаря усилиям богемы, этот стиль лофт, который выражается в голых стенах, в оголенных коммуникациях, он стал модным. И на сегодня многие обеспеченные люди выбирают лофт. Причем стоимость реализации вот этого лофта довольно высокая. Потому что есть очень много компаний, которые специализируются на производстве мебели под лофт, светильников под лофт. И вся эта вот в кавычках аутентичность обходится недешево. Но мы можем все это упростить, так как это было в суровые, бедные 20-е годы прошлого столетия. Следующий фактор для экономии это, попросту говоря, использовать то, что у нас есть. То есть мы можем в рамках одного помещения, одной квартиры смешать разные стили, использовать ту мебель, которая у нас уже есть и за счет этого получить экономию. Но здесь я хочу предостеречь, что дело это довольно-таки сложное. Я бы предложил обратиться к услугам профессионального дизайнера, потому что совместить в гармоничную картину стили разных эпох, разных географических локаций, это дело непростое. И, конечно, не стоит забывать о том, что яркие акценты, какие-то красивые арт-объекты способны украсить любой, даже самый бюджетный интерьер. Поэтому вы можете иметь в своем интерьере типовую мебель, типовые обои, но если вы украстьте свою квартиру каким-то интересным арт-объектом или каким-то ярким красивым декором, то все ваши гости будут в восхищении и сразу поймут, что это изысканный красивый стильный интерьер. Еще один способ классно сэкономить – это правильное планировочное решение. Не секрет, что основной объем отделочных работ – это работа со стенами, потому что это основная площадь нашей квартиры. Так тут же решение простое. Мы просто берем и избавляемся от перегородок. То есть речь идет о планировке студии. И вы знаете, даже без перегородок мы можем зонировать пространство. Для этого можно использовать текстиль, какие-то шторы, портиеры, можно использовать мобильные ширмы, можно даже зонировать по полу или по потолку. То есть там, где у нас границы, мы можем здесь в одном месте положить плитку, а в другом месте положить ламинат. Перейдем к другим факторам экономии. Но в первую очередь хочу я обратить ваше внимание на общие принципы, на стратегию экономии. В первую очередь мы должны сосредоточиться на экономии за счет стен, потому что отделка стен – это 80% всех ремонтно-отделочных работ. Поэтому любое решение, которое экономит нам работу со стенами, может в значительной мере сократить общий бюджет ремонтных работ. Следующий фактор – при выборе декоративных материалов мы должны принимать в расчет не только стоимость самого материала, но также стоимость его монтажа. Сколько просят рабочие за то, чтобы покрасить стены, за то, чтобы приклеить обои, за то, чтобы смонтировать паркетную доску. А также, что еще важнее, стоимость подготовки основания. Об этом мы сейчас поговорим более подробно. Я вам рекомендую сначала сделать проект, в идеале, конечно, дизайнерский, но если вы хотите сэкономить на дизайн-проекте, сделайте себе хотя бы технический проект, где будет описано все. Какие у нас будут стены, какая у нас будет мебель, какая у нас будет электрика, расположение розеток и выключатель на основе расположения мебели и на основе расположения и открывания дверей. И вот, имея этот проект на руках, вы сможете уже там расписать по плоскостям, где у нас будет плитка, где керамогранит, где ламинат, где паркет и так далее. Так вот, с этим проектом вы составляете вот такую таблицу, как вы видите на слайде. Смотрите внимательно на таблицу. Вот эта колонка, которая называется площадь, она даст нам информацию, какой вид материала у нас будет занимать наибольшую долю в структуре себестоимости. Если у нас, допустим, стены, все покрыты обоями, значит, здесь будет наибольшая площадь обоев. Соответственно, нам дальше нужно смотреть, сколько будет стоимость подготовки основания под эти обои, сколько будет стоимость монтажа этих обоев, сколько рабочие просят за то, чтобы приклеить обои. Дальше идем, смотрим стоимость самого материала, сколько будут стоить обои и последняя колонка и того. То есть, она включает стоимость вот этих всех факторов. Соответственно, когда вы получите вот эту колонку и того, вы увидите уже реальную структуру себестоимости вашего ремонта. И, естественно, мы тут начинаем по верхам, то есть, берем хотя бы первые три самых больших по цене покрытий, обои, паркет и так далее. И начинаем думать, как мы здесь можем сэкономить, за счет чего снизить стоимость.